Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня 30 октября и вы смотрите Градские новости. С вами Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о главных событиях пятницы. Сегодня в информационном выпуске. В городе продолжается осенняя призывная кампания. Государственная программа «Доступная среда» работает в Десногорске. Общественные контролеры прошли обучение. На улицах родного города чистота и порядок. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 30 октября – Всероссийский день призывника для десногорских ребят, которые в скором времени пойдут служить в армию. Комитетом по культуре и комиссариатом нашего города была организована экскурсия в учебно-тренировочный городок в войсковой части номер 3678. В этот день для призывников слова наставления сказал председатель призывной комиссии Сергей Тощев. Самое главное, что у всех у вас есть понимание необходимости. Необходимости добросовестного исполнения своего воинского долга, долга конституционного. Легкой службы не бывает. Не бывает. Сразу настраивайтесь на это. Но честная она должна быть. Я думаю, что у вас такой настрой есть. Потому что всех я вас спрашивал, как готов, не готов. Вы все с пониманием к этому не отвечали. Да, готов служить честно. Призывников познакомили с военной техникой и оружием. Они сами попробовали собрать и разобрать автомат. Примерили обмундирование. Постреляли в интерактивном тире по мишеням. На экскурсии по части им рассказали обо всем, что должен знать и уметь солдат. Все понравилось, все было отлично. Даже больше желания, еще сильнее появилось пойти служить в армию. Для меня эта армия – это какая-то школа жизни. Она учится, как жить в тяжелые моменты. Стоит служить все-таки. После экскурсии призывники отправились обедать на полевую кухню. Сегодня ребят кормят настоящей солдатской пищей. Она питательная и полезная. Жалко, что камера не передает запах. А как вкусно! Мальчишки с удовольствием пробовали то, что предлагает солдатская кухня. И, судя по их впечатлениям, они остались довольны. Мальчишки, как еда? Отлично! Скажи, год можно так продержаться? Да, тут и три можно продержаться. Что больше всего понравилось? Чай. И макароны, все вместе. Получив представление о будущей службе и массу впечатлений, призывники пока вернулись домой. До Нового года все они окажутся в рядах вооруженных сил. Закон о социальной защите инвалидов был принят Госдумой еще в 1995 году. Но активно заработал только в 2012-м, после того, как президент Путин подписал закон о доступной среде для инвалидов. Как реализуется программа «Доступная среда» в Десногорске, выяснил наш корреспондент. В 90-е годы закон о защите прав инвалидов в Десногорске работал с особым скрипом. Эти люди всегда слышали только один ответ – денег нет. А между тем, 15-я статья этого закона четко указывает, что все, кто предоставляет какие-либо услуги, должен обеспечить к ним равный доступ для всех жителей, независимо от их физических возможностей. В последнее время в Десногорске стало заметно, как расширяется доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Пантусы, перила, ограждения, подъемники появились почти у всех школ, библиотек, магазинов и аптек. На пешеходных дорожках положили плитки для движения слабовидящих людей. На парковках для них отведены специальные места. И оказалось, что есть установленный свод правил и технических требований для таких приспособлений. Прежде всего, это уровень наклона, что немаловажно, чтобы человек с ограниченными возможностями самостоятельно мог добраться до нужного объекта. Также поверхность обязательно должна быть не скользящей и обязательно у пандуса должны быть поручни. Также расстояние пандуса определено в своде законов и написано, что оно должно быть не менее 90 сантиметров и желательно не более метра двадцати. Оказалось, что не все приспособления для спуска и подъема колясочников соответствуют этим требованиям. А вот пример того, как устройство не должно выглядеть. Потому что, чтобы подняться, либо спуститься, человеку с ограниченными возможностями, ну, наверное, нужно владеть навыками каскадера. Можно добавить, что эти устройства облегчают жизнь не только маломобильным людям, но и всем, для кого ступеньки служат препятствиям. Заинтересованные социально активные десногорцы, многих из которых мы знаем в лицо, стали участниками проекта по формированию системы общественного контроля в Смоленской области. Данный проект осуществляется при финансовой поддержке президента Российской Федерации. Эти средства были выделены Смоленскому центру права и социологии в качестве гранта. На встрече обсуждалось, как правильно проводить общественные контрольные мероприятия. Наше общение очень плодотворно, очень приятно, что собрались действительно те, кому не все равно. И хочу обратить внимание всех жителей Десногорска на то, что именно в Десногорске, по мнению наших региональных властей, по мнению общественной палаты Смоленской области, самый активный общественный совет в нашем регионе. И именно на общественный совет города Десногорска ориентированы все другие общественные советы наших муниципальных образований. Представители Общественного совета Десногорска приняли активное участие в обучении. Данный проект для жителей города и для активистов-общественников необходим. И большое спасибо общественной организации, которая приняла предложение и организовала такие курсы методические повышения знаний населения города. С новыми знаниями контролеры продолжат свою работу. Ежемесячные итоги и анализ можно будет узнать на официальном сайте администрации нашего города, где открыта страничка Общественного совета Десногорска. В Десногорске осенний месячник закончился общегородским экологическим субботником. Весело, дружно, с задором работали десногорцы на улицах любимого города. Собирали листья, ветки и другой мусор. Сразу же его грузили в кузовы машин и тракторов. Отлично, на свежем воздухе, знакомые все. Погода хорошая, настроение хорошее. Видите сразу, какая красота. Убираемся, то есть работают хорошо. Мы молодые жители города Десногорска, заботимся о его чистоте. И также вот сегодня вышли на субботник, как и весь город. Мы дружно взялись, мы же культура, поэтому мы все дружно, быстренько и весело. Все убрали. Ну, посмотрите, у всех радостные лица, румянец на щеках. То есть очень приятно чистить свой город. Чай теплый был, горячий даже. Так что все хорошо. А гидбригада, переезжая с места на место, поднимала настроение участникам субботника. Звучали популярные песни. Участники акции «Чистый берег» убирали мусор в районе польского пляжа и скалодрома. На наш взгляд, труднее всего было убирать мусор на скалодроме. Любимое многими место отдыха напоминало стихийную свалку. То, что мы увидели сегодня здесь, вы увидели, сняли это на камеру, конечно, не подается описанию. Как люди могут, смеют делать такие вещи? Выбрасывать мусор. Не только с пакетами, да, дачники привозят мусор, но еще и, как оказывается, автомобилями. Организации, магазины занимаются тем же самым. Работа нас не пугает, но пугает отношение людей к природе, к экологии. Я призываю, не занимайтесь, пожалуйста, захламлением нашей природы. У нас и так осталось не так много уголков, куда можно приехать с семьей, отдохнуть, провести время, заняться спортом на скалодроме, искупаться в летний период. Берегите, пожалуйста, природу, люди. Очень надеемся, что этот крик души будет услышан и порядок здесь будет поддерживаться постоянно. Я тоже приняла участие в акции «Чистый берег». Итоги субботника подвели на заседании штаба. На полигон твердых бытовых отходов вывезли около 60 кубов мусора. Весь мусор в основном с берегов нашего водохранилища. Со скалодрома вывезли два мусоровоза, мусора с парка Десногорский, ЛЦС, два каназа мусора, с польского пляжа четыре трактора на тережке. Обращаюсь к жителям города в очередной раз, чтобы при отдыхе, когда отдыхают на нашем водохранилище, все-таки мусор, пакеты забирают с собой. Собранная листва складировалась отдельно на площадке, а через два года ее используют для восстановления и подкормки газонов. Сердечно благодарим всех десногорцев за работу. 30 октября принято считать днем основания российского военно-морского флота. Бывшие моряки, жители Десногорска отметили этот праздник торжественным заседанием в приемной морского собрания. Для праздника хорош любой повод. Говорят, что глаза – это зеркало души. 30 октября отмечается Международный день кореглаз. Этот праздник неофициальный, но это ничуть не мешает осыпать кореглазых друзей комплиментами, поздравлениями, пожеланиями и подарками. А теперь немного криминальной хроники. В полицию Десногорска обратилась жительница города, которая сообщила, что стала жертвой обмана. Несколько дней назад в лечебном учреждении она познакомилась с мужчиной и рассказала ему, что ее матери требуется операция. Ее новый знакомый сообщил, что он известный врач из Санкт-Петербурга. У него есть связи и вызвался помочь в организации операции. Женщина, растроганная таким участием постороннего человека в судьбе ее матери, отдала мужчине деньги в качестве предоплаты. Однако после тщетных попыток дозвониться на оставленный им номер телефона, она засомневалась в правильности своего поступка и обратилась в полицию. По делу ведется следствие. А сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы у МВД России по Смоленской области призывают население сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие. Добровольцы могут получить до 960 тысяч рублей. События из культурной жизни нашего города. Команда 3000-х Смоленской АЭС стала бронзовым призером в финале Всероссийского синхронного чемпионата «Что, где, когда», который проходил в 15 информационных центрах регионов Госкорпорации «Росатом». В онлайн-режиме играли 38 команд. Команда смоленских атомщиков ответила на 50% заданий, показав высокий уровень знаний. И еще одно интересное событие для молодежи Десногорска. 31 октября в городском центре «Досуга» состоится тематическая молодежная дискотека «Хэллоуин». Начало в 19.00. Десногорцам 31 октября предоставляется уникальная возможность научиться оздоровительной гимнастике. Цигун – это упорядоченная система тренировок, занимаясь которой вы укрепляете свое здоровье. Этой гимнастикой можно заниматься в любом возрасте. Бесплатный мастер-класс можно посетить 31 октября в 11.00 в городском центре «Досуга». А 1 ноября состоится семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Прийти поболеть за своих родных, знакомых можно в 10.00 в физкультурно-оздоровительный комплекс «Десна». Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова